Текло по люстре, стены полностью все бежали, за шкафом, за кроватью, углы. Одно лечим, другое калечим. По такому принципу проводят капитальный ремонт на улице Кутузова. Висит, бежит. Вот, главное, капитальный ремонт. Правда, имущество в квартирах уже покалечили хорошо, вода дошла до третьего этажа, а вот крышу так и не долечили. С мая каждый год превращает жизнь людей в увлекательный аттракцион с тазиками и ведрами. Побращалась я в Роспотребнадзор, который передавал мою жалобу уже в Стройнадзор. Стройнадзор мне на днях дали отписку, что все хорошо, что никаких они претензий, нареканий не имеют. Но тем не менее, у нас до сих пор все течет. Мама у меня сидит с двухготовалым ребенком, ребенок болел в этот период. Маме поставили бронхиальную астму, потому что человек каждый день находится, он грибок пошел. В региональном фонде капитального ремонта говорят, всем, в чьих домах капремонт зашел дальше, чем планировалось, обращаться нужно напрямую в фонд. Если у жителей есть претензии, причем неважно в какой они плоскости, по качеству выполнения, либо вот как в том частном вопросе, который вы озвучили, вследствие порчи имущества, потому что крыша пробежала во время ремонта, когда пошел дождь. Так вот, работы фондом не будут приняты до тех пор, пока все претензии собственников не будут закрыты. А значит, пока не устранит все нарушения, денег подрядчик не увидит. При этом через аукционы подрядчиков выбирают вовсе не по уровню или качеству выполнения услуг. Государство просто предлагает цену, а бизнес уже думает, будет работать за такие деньги или нет. Есть территории, которые крайне выгодны, за которыми подрядчики гоняются. А есть территории и виды работ, которые подрядчикам неинтересны, и они от них отказываются. Маржинальность в зоне капитальных ремонтов, она крайне низка. Особенно в дальних территориях, особенно на ремонте крыш, канализации. Там очень тяжелые работы, мокрые работы, которые прибыли не приносят, а проблем приносят. И, конечно же, наверное, эта сфера заработала бы как рыночная, если бы мы увеличивали стоимость работы. Но это, сами понимаете, повлечет за собой увеличение тарифа для жителей. Ну, вряд ли кому-то из жителей это понравится. Новый порядок организации системы оплаты капитального ремонта в России утвердили в конце 2012 года. Тогда в стране и начали появляться региональные операторы. Так государство облегчило жизнь тем, кто не хочет заниматься вопросами капремонта, а активным жителям добавило бюрократии. Гораздо логичнее было бы сначала проводить капитальный ремонт, а потом жителям уже предлагать какие-то условия по его оплате. Как, например, с общедомовыми приборами учета. То есть дома, у которых не было общедомовых счетчиков тепла, они могли эти счетчики купить в рассрочку. Не копить там на этот счетчик долго-долго, а купить его в рассрочку, а потом несколько лет эту рассрочку выплачивать. Вот так же, по сути, и надо было сделать с капитальным ремонтом, а не так, как сейчас, когда люди копят деньги. Эти деньги, к сожалению, в нынешней ситуации просто обесцениваются. За долгие годы на счетах краевого фонда капремонта скопилось порядка 9 миллиардов рублей. С одной стороны, в отличие от других регионов, в нашем крае пока не было крупных скандалов с уходом денег со счетов в непонятном направлении. По крайней мере, в публичной плоскости. С другой, в текущей экономической ситуации коллективная копилка на годы вперед лишь продолжит обесцениваться. Тем временем, руководители в краевом фонде меняются только так. За три с половиной года уже третий. Видимо, здесь, как с подрядчиками. Кто согласится и кто сколько выдержит. Светлана Чернушевич, Сергей Кашин. Новости ТВК.